Андрей Цыплиенко, украинский журналист и военный обозреватель, блогер и писатель в эфире Лучшего радио. Андрей, приветствую вас. Ну вот атака шахедов. Что пострадала? Какая инфраструктура? Куда они прорвались? Ну, вы просите меня сейчас сделать доразведку для России. Нет, не надо. Я не буду говорить, куда прорвались и куда попали. 111 перехватили уже хорошо. Ну, сбили, да. Значит, в Хмельницком есть попадание, к сожалению, в один из объектов. И погибли два спасателя. Погибли два спасателя, один на месте, когда разбирали, пытались вывезти людей оттуда и разбирать завалы после удара. А второй погиб уже в больнице. К сожалению, умер, скончался от ран. Об этом сегодня утром сообщила областная военная администрация Хмельницкого. И четверо раненых есть в Хмельницком. Так что, к сожалению, сегодняшняя атака не обошлась без жертв. Интересно, что сейчас россияне пробуют, наверное, разные направления искать для ударов шахидами, беспилотниками. Потому что на этот раз они были запущены с севера. Обычно их с севера не запускают. Видимо, одной из целей был Киев. И они рассчитывали, что, скажем так, с севера Киев легче достать, в том числе и беспилотниками. Мы эти беспилотники успешно сбили. Значит, ну, просто мы теперь знаем, что есть и новый маршрут. И север не такой уж безопасный с точки зрения запуска беспилотников. В Хмельницком погиб Владислав Дворок и Сергей Севрук. Вот я нашел светлую им память. Ведь Владислав Дворок и Сергей Севрук. Да, абсолютно героические люди наши спасатели. Потому что они после ударов и ракетами, и беспилотниками, и в прифронтовых районах после ударов С-300 выезжают моментально на те места, где случаются трагедии. И, ну, просто не щадя своей жизни в буквальном смысле спасают людей на месте трагедии. Но что касается беспилотников, мы уже тут вычислили определенный алгоритм работы российских поражающих средств. И обычно вместе с атакой беспилотников идет атака и следует за ней ракетная атака. Вот я хотел спросить, это что они? Ракетной атаки не было. И, ну, ракетной атаки не было. Не было? Мы считаем, что это произошло после того, как неизвестным беспилотникам, ну, мне его принадлежность, во всяком случае, неизвестна, вчера был поражен самолет А-50 в Мочулищах. Дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в Мочулищах. Говорят о двух беспилотниках, которые его поразили. Эти аппараты, эти А-50, они обычно летают перед ракетными ударами и вычисляют позиции украинских сил ПВО. Потом они передают эти данные в главный вычислительный центр Министерства обороны Российской Федерации. И там определяют, по какой траектории должны лететь ракеты для того, чтобы оминать, обходить эти средства ПВО. Ну, вот вы сейчас показываете самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Он в Мочулищах стоял, несколько другой самолет, более старый. И в Евреи, которая была больше похожа на гражданскую. Ну, видимо, для того, что да, это вот именно он. Для того, чтобы, наверное, его визуально было сложно определить. Сложно отнести к военным самолетам. Ну, по тарелке, видимо, его все-таки узнали. Андрей, я хотел бы обговорить. Все-таки есть три версии на данный момент. Одна версия, что сработала в СУ и прилетели какие-то беспилотники. Мы о ней не говорим, потому что, ну, мы не дождемся подтверждения от Генштаба. Мы не знаем, что это. Вторая версия, может быть, это партизаны. И беспилотники или что-то возникло, там, снегоуборочные машины рядом. Могло возникнуть, ну, такие белорусские партизаны. А третья версия вообще парадоксальная. Что вот в пролетах российской авиации в Белоруссии, вот против этого почему-то Александр Григорьевич Лукашенко стал выступать. Появилась такая информация, что уж очень он боится проигрыша России и оказаться с ней в одной котомке, скажем так. В одной машине будут ехать в Гаагу. Вот может ли быть такая версия рассматриваться, что самой Белоруссии уже присутствие российской авиатехники военной, ну, невыгодно руководству Белоруссии? Ну, вы знаете, я думаю, что Лукашенко действительно пытается усидеть на двух стульях. И недавнее его заявление, которое идёт, наверное, в разрез с ожиданиями Путина о том, что в Белоруссии не видят признаков подготовки Украины к удару по Белоруссии, а значит, как бы нет необходимости задействовать украинские войска в войне против Украины. То есть, видимо, это то, что Путин меньше всего ожидал услышать от Лукашенко. И, безусловно, Лукашенко сейчас пытается каким-то образом оттянуть тот неприятный момент, когда его непосредственно и Беларусь непосредственно втянут в войну. Я, по-моему, мы, по-моему, говорили с вами уже пару месяцев назад о том, что Лукашенко — это такой барометр ощущения победы Украины и неуспеха Путина. Как только Лукашенко будет склоняться, скажем так, в сторону каких-то отношений с Украиной или отдаляться от Путина максимально, то это будет означать, что победа Украины близка. Видимо, он действительно сейчас приходит к выводу, что да, победа в России становится все более призрачной, а победа Украины становится все более неизбежной, и он принимает вот такое решение. Это вполне возможно. Я не исключаю этого. Хотя, ну, я не думаю, что белорусские службы настолько изощренны и опытны, что они могли бы провести такую операцию, не будучи потом раскрытыми российскими спецслужбами. Может быть, они не помешали? Вот еще такой вариант. Скажем так, может быть, знали про партизан, но не помешали. Вот такой вариант может быть. Да, да, мы знаем, но мы не мешаем. И, вы знаете, вот говорят о том, что Беларусь якобы проводит активные учения с Россией, но тут тоже они пытаются усидеть на двух стульях, потому что мы видим, что они зачастую гоняют свои войска с полигона на полигон, причем некоторые свои подразделения гоняют таким образом, чтобы они как можно меньше пересекались с российскими военными. И, вы знаете, это выглядит как движение ради движения, то есть их постоянно перебрасывают с точки на точку без определенного смысла для обороноспособности Беларуси, для поддержания обороноспособности Беларуси. И смысл в этом только, действительно, только один – избежать втягивания Беларуси в прямую военную кампанию против Украины. Да, мы говорили об этом, мы тогда еще проводили параллель, что также прекрасно крысы чувствуют, когда тонет корабль и покидают его. Вот такой же отличный барометр. А завтрашний визит Лукашенко, анонсированный, в Китай. Вот я хотел бы обсудить китайские вводные в последнюю неделю. Китай не вступал весь этот год ни в какую дискуссию, пытался обойти все вопросы. Скажем так, вопрос Тайваня его беспокоил больше. И тут такая активность со стороны Китая. И вот завтрашний визит Лукашенко. А Украине выгодно вступление Китая вот в эту, я не знаю, переговорную риторику, что ли? Даже не знаю, как это назвать. Вы знаете, что значит Украине выгодно? Украине необходимо, чтобы Китай не поставлял вооружение России. Вот что необходимо Украине. Хотя бы так. Потому что угроза поставок вооружения из Китая в Россию, она существует. И об этом говорят не только американцы. Угроза не только поставок китайского вооружения, но не исключено, что Китай может дать зелёный свет поставкам северокорейского вооружения, северокорейских боеприпасов в России. И это тоже было бы, скажем так, признаком того, что нейтральная позиция Китая изменилась. Я скажу следующее, что, понимаете, даже если Китай примет такое решение, то это, возможно, повлияет на увеличение срока войны, но никоим образом не повлияет на победу России. Слишком высокие ставки, и Украина... Победа Украины. Победа России просто невозможна. Украина не перестанет сопротивляться, и Украина победит в этой войне. И Китай это должен понимать. Хотя вот есть некоторые признаки того, что Китай всё-таки, несмотря на, скажем так, свою риторику, которая стала более пророссийской, он всё-таки придерживается, в определённых сферах придерживается всё-таки политики сдерживания России. Ну, вы, наверное, знаете, что Китай присоединился к запрету на полёты, скажем так, российских самолётов американского производства с теперь уже, можно так сказать, ворованными деталями, и российские самолёты, на которые наложены санкции Соединённых Штатов и Евросоюза, эти самолёты не летают в Китай. То есть это такой, ну, скажем так, хороший знак, на мой взгляд. А можно ли вообще это рассматривать не с точки зрения того, что Китай решил зачем-то помогать хромой утке Путина, а наоборот, он, скажем так, начинает торг. То есть он понимает, что Путин не выиграет, что Украина в любом случае победит. А он не хочет отдавать как бы все каштаны горячие вот в этой войне Зеленскому, Байдену, Западу. Хочет поучаствовать в разделе, ну, я не знаю, забрать себе Дальний Восток, как вот сейчас говорят, там карты появились уже с немножечко подвинутыми территориями на китайском. Ну, вы знаете, если говорить, если использовать аналогию каштанов или яиц скорее, то действительно Китай раскладывает яйца по всем возможным корзинам. И то, о чём вы говорите, это, если я не ошибаюсь, буквально это было 14 февраля, когда Министерство природных ресурсов Китая издало карту, на которой, ну, собственно говоря, вернуло те топонимы, которые существовали до, по-моему, Нерчинского договора, когда Россия начала отбирать у Китая Сибирь, вот, и части некоторых локаций и городов на территории России, вот в китайской картографии, там вернули, собственно говоря, китайские топонимы. Россия на это никак не отреагировала, честно говоря. Вот, вернули китайские названия таким локациям, как Становой хребет, Владивосток, Хабаровск, остров Сахалин. Вот, теперь эти географические локации обозначаются китайскими названиями. И, по-моему, это явный знак того, что китай все-таки претендует на эти территории. Но, я не знаю, но мне кажется, что Путин в данном случае, вы знаете, Путин же, он сумасшедший. Да, сегодня 8 лет со дня гибели Бориса Немцова, который, наверное, первый открыто поставил ему... Да, мы все видели этот диагноз, он такой не очень произносимый, но точный. Да, и, наверное, Немцов был прав. Потому что, видимо, Путину легче согласиться с потерей Сибири и легче согласиться на то, чтобы стать вассалом Китая, чем на то, чтобы отстать от Украины, отпустить нас, дать нам свободу, забыть о нас. Вы понимаете? И отсутствие какой-то внятной реакции на вот эти китайские притязания говорит, что да, вот Немцов был прав, да, вот Путин такой, вот он именно так и думает. Ну, что ж. Маем это, что маем. Имеем то, что имеем, как говорил наш бывший президент в свое время. Андрей, спасибо вам большое. Будем наблюдать за ситуацией. Она разворачивается крайне быстро, потому что танки поступают, и, может быть, даже контрнаступление Украины будет гораздо раньше, но пока об этом рано говорить. Спасибо, Андрей Цаплиенко, украинский журналист и военно-обозреватель, блогер и писатель в эфире Лучшего радио. И победа Украине. Слава Украине.